Приветствую вас и я прочитал ваш вопрос, мне хочется помочь вам решить проблему молчаливости мужа. Во-первых, давайте сказать так. То, что вы находитесь в браке с мужчиной, это, безусловно, оказывает влияние на него. Здесь и ответственность, здесь и мысли о будущем, здесь и какие-то еще, может быть, страсти, сомнения и так далее. Но основная, наверное, проблема заключается в том, что мужчина не чувствует себя свободным. И вот именно то, что он не ощущает свободу с вами, как раз-таки мешает ему не молчать, как раз-таки мешает ему не молчать рядом с вами. В первую очередь, что вам нужно сделать, это, я бы сказал, подумать, какие вообще интересы у вашего мужа. Потому что молчать слабый он может еще и потому, что у него есть уверенность в том, что вы его интересы никак не разделяете. Я отдаю себе отчет в том, что это не так, что вы готовы разделить его интересы, но мужчина этого не осознает. Я немножечко облегчу вопрос, я попробую сделать его более простым и спрошу вас так. Чем для мужчины общение в соцсетях привлекательнее, чем общение с вами? Что он получает от общения в соцсетях такого, чего не получал бы или не получает с вами? Вот, ответив на этот вопрос, вы сможете ответить себе и на вопрос, как сделать так, чтобы он меньше общался в соцсетях. Не менее важным, не менее важным, мне кажется, ситуация, при которой ваш мужчина общается не с кем-то, а именно с девушками. То есть, именно женское общение его привлекает. Ну, давайте тогда, скажем так. Если мужчина выбирает девушку для общения, не абы кого, не абы какого человека, а именно девушку выбирает мужчина для общения, значит, именно с девушкой мужчина хочет чувствовать себя, ну, скажем так, чувствовать себя кем-то. Отсюда несложно сделать вывод, что, общаясь с девушками, мужчина в большей степени чувствует себя мужчиной. Прошу прощения, позарание за автологию. Если это так, то тогда нужно подумать, а что мужчине вашему нужно для того, чтобы чувствовать себя мужчиной? Чего ему не хватает для этого? Ответьте себе на этот вопрос, и вы тоже сможете дать ему вот это, и тем самым избавить его от необходимости, от потребности общаться в социальных сетях. Ведь то, что мужчина общается там, вряд ли можно назвать именно привычкой. Это не привычка. Это, скорее, потребность. И понимание потребности мужчины, методично, терпеливое, усердное, упорное стремление к тому, чтобы дать ему то, что он хочет, как раз таки поможет вам решить эту проблему. Проблему, ну, собственно, отсутствие общения. Я бы сказал бы это именно так. Отсутствие общения, отсутствие вашего общения друг к другу. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать. Вот, пожалуй, то, что можно вам порекомендовать. Отдельно мне хочется вам сказать следующее. У мужчины, как и у любого человека, есть, конечно же, свои интересы. Это нужно помнить, что у него есть свои интересы. И эти интересы каким-то образом оказались слишком далекими от ваших. Вам нужно заново определить, какие интересы у ваших мужчин. и постараться максимально близко, максимально плотно соединить свои интересы и интересы вашего мужчин. Ну, представьте себе, что ваш интерес – это сфера. Такой вот, знаете, круг. Обычный круг. И есть также интересы вашего мужа, которые также можно представить в виде круга. И вот, если один круг наложить на другой, то получится некое такое соприкосновение. Получится область общих интересов. И вот эта самая область общих интересов и будет являться тем, вот тем необходимым, тем необходимым условием для того, чтобы вы вновь стали друг с другом разговаривать. Одновременно с этим я бы порекомендовал вам подумать, а всегда ли было так? То есть, всегда ли мужчина с вами молчит? В соцсетях общается, а с вами молчит. Всегда ли так было? Ну вот, вы же поженились, создали семью, вы же до того, как заключить брак, общались друг с другом. И общались, наверное, хорошо. Что-то потом изменилось. Давайте попробуем опыскать причину. Давайте попробуем опыскать момент, с которого все пошло не так. Момент, с которого мужчина начал молчать. Ведь что-то же его сподвигло на это, на то, чтобы он молчал. Возможно, речь идет здесь о некоторых недопониманиях между вами. О некоторых проблемах. О каких мужчина вам, конечно же, не скажет в силу своей гордости. Но, тем не менее, сама проблема от этого не исчезает. А мужчина, ну, он, наверное, даже не отдает себя счет в том, что вредит вам. Вредит тем, что вот так ведет себя по отношению к вам. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, вопрос сам по себе, вопрос у вас достаточно короткий, короткий, он давно достаточно общий, короткий, и вы сбрасиваете, что сделать мне, чтобы он больше времени проводил со мной, а не в социальных сетях. И вы знаете, отвечая именно на этот вопрос, я могу вам сказать так. Ну, вы сделаете общение с вами более привлекательным, привлекательным для вашего супруга. Вот более привлекательным общением сделайте, тогда у вас все наладо. Но, вместе с этим, поймите, что с друзьями мужчина все равно будет общаться. потому что друзья это неизменная, неотъемлемая часть любого человека. И друзья нужны, друзья нужны. Но, вот, чтобы он проводил с вами больше времени, сделайте общение и время провождения с вами более привлекательным. И тогда, тогда у вас цена цена ладость. На этом все. надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...